Добрый день, уважаемые зрители канала «Россия в мундире». Сегодня с вами снова я, Владимир Глазков. И сегодня мы поговорим вот об этом артиллерийском мундире. Вообще ситуация, конечно, достаточно забавная. То есть три основных рода оружия – это пехота, кавалерия и артиллерия. Инженерные войска или специальные войска, они считались уже таким каким-то менее типичным родом войск. Ну хорошо, пусть четыре. Инженерный мундир у нас есть, кавалерийский мундир есть у нас, что называется, в ассортименте. Пехотный тоже. А вот что касается артиллерии, у нас есть замечательная сиртука, Александропольской крепостной артиллерии с апалетами, так называемая визитная форма. И у нас есть вицмундир 20-й артиллерийской бригады, известный тем, что некогда там служил Лев Толстой. Ну, конечно, у нас более позднего гораздо периода, у нас начало 20-го века, а еще точнее 1913-го года образца вицмундиров. И вот по такой вот непонятной несправедливости до сих пор не было строевого артиллерийского мундира образца 1907 года. Теперь он есть у нас. Что здесь следует отметить, вот глядя на этот мундир? Ну, наиболее, пожалуй, здесь, конечно, искренне артиллерийские цвета, цвета дыма и пламени, то есть воротника, обшлага черного бархата с красными выпушками. На воротнике, причем по верху и низу нижней выпушки, так называемый ученый кант, пуговица позолоченная с изображением орла с пушками. И петлицы на офицерском мундире, двойные петлицы на воротнике, двойные петлицы на обшлагах. Но дело в том, что петлицы здесь как раз необычные. Петлицы здесь из галуна особого рисунка, так называемого петличного. Вот в основном на мундирах такого, не то, что в основном, а на всех мундирах абсолютно, который мне доводилось видеть вот этого образца. Образца 1907 года. Петлицы вышитые. Вышитые золотистые конетили. Ну, точнее сказать, кому положено серебристые, кому положено золотистые. В общем, здесь более типичный для таких вот мундиров петлицы вышитые. Почему здесь галунные петлицы, сказать невозможно. То есть, это абсолютно оригинальный петличный галун. Он достаточно хорошего качества. Он мало изношенный. Он такой, в общем, конечно, со следами бытования, но вполне еще живой. И даже вот, что характерно, сохранил золотистый цвет. Хотя это далеко не всегда бывает. Ну, неизвестно, почему это так. Дело в том, что замена петлиц галунных на вышитые, она происходила, насколько можно судить, не одномоментно. Возможно, что владелец таким образом, ну, может быть, не знаю, может быть, ну, от старого мундира, воротника, обшлага, смелое предположение, я так не думаю. Потому что они, в общем, достаточно, они одной примерно степени изношенности с самим мундиром. Выглядят они одинаково. Вряд ли это донашивание. Переделка обмундирования, насколько я знаю, офицерами не практиковалась. Там слишком разный фасон. Если для нижних чинов существовал циркуляр о переделке обмундирования мундиров 1881 образца, более позднее. Но офицеры, их невозможно по этому циркуляру переделать. Там достаточно сложно. Там он и отрезной, он и с другим вот этим вот, вот этот покрой борта. Ты из старого мундира его не сделаешь. Сзади он совершенно не так сделан. Ну, в общем, вот загадка природы. Тем не менее, этот мундир существует. Существует и, в общем, неплохо выглядит. Пусть пока будет так. Потому что, ну, вот тоже вот интересно. То есть, нетипичные вещи попадаются, а за типичными приходится бегать. Такое бывает. Сзади он выглядит, как все такие мундиры. Вот, пожалуйста. Карманные клапаны на месте. Пуговицы на месте. Пуговицы все, какие положено. Что же здесь с этим мундиром не так? Ну, вот, ну, внимательно это зрители, наверное, уже заметили. А не так здесь эпалеты. Эпалеты здесь стоят серебряные, гвардейского образца. Почему они здесь стоят? А потому что просто, ну, на наш взгляд, экспонировать мундир с эпалетами неправильнее все-таки. Это более цельный образ создается. Если бы эти эпалеты были золотые, гвардейские, то это был бы офицер, числящийся по роду оружия. В нашем случае по армейской пешей артиллерии. У нас были, как раз, была свободная пара гвардейского образца серебряных эпалет. И мы решили, чем вот экскурсантам, посетителям, вот особенно детям, вот школьникам, разъяснять, что вот тут были такие вот, и это выглядело вот так, проще вот поставить и объяснить, что они должны быть, ну, вот, не серебряные, а золотые. Золотых мы пока не нашли. Мне кажется, так правильнее всего, потому что все-таки музей, он, любой музей, мы, надеюсь, можем претендовать на это высокое звание, хоть и частный у нас музей. У него задача, помимо поиска и сохранения, все-таки еще и просветительская, рассказывать людям, как это было, объяснять, популяризировать, если угодно. И, ну, раз вот приходится идти в нашем деле на такие вот, может быть, не всегда понятные замены, ну, вот, с комментариями это работает. Я не знаю, насколько вы сочтете это правомерным. Естественно, это не навсегда, естественно, когда мы найдем нормальные палеты, артиллерийские, возможно, это будут артиллерийские строевые палеты, строевые какой-то части. Возможно, гвардейского образца, то есть состоящего порода оружия, уж неизвестно. Но это уже вторично, а главное, что мундир есть и создается такой цельный, хотя и не совсем исторически достоверный, на сегодняшний момент не совсем исторически достоверный вот образ. В качестве примера можно привести, у нас есть чекмень, чекмень довольно редкий сам по себе, темно-зеленый со светло-синей отделкой. Это чекмень офицера или генерала Оренбургского казачьего войска. И у нас были в свое время достаточно бурные дебаты, у нас были аппалеты генерала какого-то из дальневосточных войск, ну, точнее, состоящего по войску. Там не было шифровки, но прикладной цвет там был желтый, то есть это забайкальский, уссуийский, там, иркутский и так далее. И мы сочли все-таки более правильным эппалетом на него поставить. Чекмень с эппалетами – это визитная так называемая форма, то же самое, что в регулярных войсках Сюртук с эппалетами. Но мы не прекращали поисков знаков различия, и на сегодня на этом чекмене стоят, правда, не эппалеты, а погоны. Того образца, который положен, со светло-синим прикладным цветом. Здесь у нас нам проще, в данном случае, чем государственному музею, потому что там вот эти вот аркировки, они всегда осложнены. Там система описания экспонатов, она более такая вот громоздкая, она, понятно, что она направлена на благие цели, но мы себе вот, поскольку мы сами себе хозяева, можем себе позволить, то мы предпочитаем вот такой подход. Может быть, несколько, с одной стороны, покажется поспешным, но еще раз повторюсь, мы стараемся образ создать максимально цельный, хотя даже если придется оговорить, что вот тут кант не того цвета. А потом ведь есть же вещи, которые вообще невозможно оценить. И вот истолковаясь с точки зрения мундира трубача с обшивкой неуставной тесьмой – это вот первое, что приходит в голову. Есть мундир, вот у нас был как-то сюжет по темно-синему чекменю, обшитому какими-то непонятными галунами, там все оригинальное, там оригинальные галуны, там петлицы галунные почему-то, желтые выпушки там оригинальные. Что это такое? Его ни в какие правила не впихнешь, а он существует. То есть, возможно, мы не все знаем. Ну, то есть, хотя я люблю формализм, и люблю, чтобы все соответствовало циркулярным приказам и так далее, чтобы с формальной точки зрения невозможно было подкопаться, но иногда приходится вот практиковать. И такой подход, подчеркиваю, как временный. Спасибо за внимание, оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok